Перейдем к темам, которые важны редакторам Википедии. Поговорим сегодня о правилах Википедии. Понятно, что много различных энциклопедий, обзор которых мы дали в начале курса, существовали до Википедии. Но как там представляется, никто никогда не пытался выработать свод правил о том, как энциклопедию писать. Обычно собирались умные люди и в рамках своих знаний писали статьи, которые редактировались профессиональными редакторами, в результате чего появлялись традиционные энциклопедии. В условиях, когда в Википедии статьи может править каждый, нужно было выработать такие правила, которые в какой-то мере независимо от квалификации участников, позволят создавать качественный продукт вне зависимости от опыта, редактирующего статью. Эти правила вырабатывались постепенно и на настоящий момент приобрели некоторую законченную форму. Хотя они постоянно изменяются, и в тексты правил периодически вносятся некоторые поправки. Но, тем не менее, сейчас сформирован достаточно большой массив разных правил, которые описывают то, как Википедия работает. Что такое правило Википедия? Это закон, инструкция или учебник? В разных случаях правило Википедии выступает в каждом из перечисленных сущностей. Иногда складывается впечатление, что создано цифровое виртуальное государство, в котором правила являются его законами. С другой стороны, правило Википедии – это в первую очередь скорее учебник на тему того, как в сетевой цифровой среде писать энциклопедические и научно-популярные статьи. По аналогии законодательства, правило Википедии делится на несколько уровней – базовые принципы, правила, руководство и эссе, что представлено на текущем слайде. Из системы базовых принципов, описывающих основные законы построения Википедии, выделяются две наиболее значимые группы – правил «Пять столпов» и «Чем не является Википедия». В круглых скобках указаны аббревиатуры, которыми участники Википедии в кратком виде обозначают страницы для удобства отсылок к ним в ходе обсуждений между собой. Такие сокращения имеют все значимые правила. Префикс «ВП» с двоеточием введен, чтобы отделить внутреннюю информацию, правила и руководство Википедии в отдельное пространство имен и не путать статьи со служебными документами. Не следует пугаться, если участник написал вам письмо с использованием этих сокращений в тексте. Просто пройдите по гиперссылке к этому правилу и изучите его. Часто участники вставляют эти сокращения не к месту и желание произвести впечатление. Главный принцип применения правил Википедии в том, что они должны минимально ограничивать участников. Это означает, что вы можете начинать править Википедию, не читая никаких правил, если вы при этом руководствуетесь добрыми намерениями. Если вы пришли не портить проект, а наоборот его улучшать, то у вас не возникнет проблем. В тот момент, когда вам будет необходимо познакомиться с правилами в связи с совершенной ошибкой, другие участники дадут вам ссылку на соответствующее правило. Что предполагает, что, прочитав информацию по ссылке, вы далее будете учитывать это правило. Базовые принципы Википедии были заложены в самом начале проекта, его основатели. И они не могут быть отменены сообществом участников. Поскольку пять столпов Википедии мы подробно рассмотрели в ходе третьего занятия, рассмотрим группу правил, чем не является Википедия. Набор правил, чем не является Википедия, ВП, двоеточие ЧН, ЯВ, это описание того, чем является Википедия от противного, чем она не является. Например, там есть утверждение, что Википедия это небеспорядочная свалка информации. Из чего следует, что если вы вдруг узнали, например, что троллейбус 34 сегодня утром опоздал на 10 минут, эту информацию вам не нужно вносить в статью Википедии от троллейбуса. Рассмотрим кратко перечень правил, входящие в группу, чем не является Википедия, чтобы понять, в связи с чем каждое из них было создано. Википедия – небумажная энциклопедия. Этот постулат означает, что число тем, которые энциклопедия в состоянии охватить, и общий объем статей не ограничены никакими практическими соображениями, кроме критерия проверяемости фактов и других принципов, действующих по отношению к информации в Википедии. В то же время есть некий разумный предел длины отдельных статей, определяем комфортностью загрузки страницы для читателей, пользующихся низкоскоростным доступом к интернету, а также общими соображениями об добочитаемости. С какого-то момента увеличение объема статьи приводит к естественной необходимости разделения статьи на несколько отдельных статей по более узким темам. Википедия – не словарь, поэтому не стоит создавать новую статью только для того, чтобы дать определение того или иного термина. Для этого существует проект «Викисловарь». Википедия – не средство для распространения новых идей. В связи с чем не следует использовать Википедию для размещения оригинальных исследований, не подтвержденных авторитетными источниками. Здесь появляется аббревиатура ОРИС – оригинальное исследование, считающее серьезным нарушением правил. Википедия – не трибуна и не орудие пропаганды или рекламы. В Википедии могут быть описаны фирмы и их продукция, однако статьи о них должны носить исключительно информационный, описательный характер и отражать нейтральную точку зрения. Википедия – не сервер зеркала, не файловый архив и не каталог ссылок. Все, что помещается в пространство Википедии, может быть безжалостно отредактировано для использования в энциклопедии. Википедия – не бесплатный хостинг, блог или веб-провайдер, и не социальная сеть. Вы должны помнить, что Википедия не предоставляет услуг по хранению материалов, не относящихся к работе на энциклопедии. Вы не сможете разместить здесь свой веб-сайт или блог. Википедия – не каталог, что означает то, что статьи Википедии не должны представлять собой списки и хранилища слабо взаимосвязанных данных. Википедия – не беспорядочная свалка информации. В десяти подпунктах этого правила описывает то, что не может по смыслу являться энциклопедической статьей по той или иной причине. Википедия – не кофейная гуща. В этом правиле, по сути ли, повторяются предостережения от оригинальных исследований, например, о том, что статьи, представляющие предсказания, предположения и историю будущего, являются нежелательными в Википедии. В Википедии нет цензуры. Речь идет о том, что Википедия может содержать материалы, которые кому-то покажутся спорными или оскорбительными, поскольку любой читатель Википедии может редактировать статьи, и его изменения отображаются немедленно, без каких-либо проверок. Но Википедия не гарантирует, что статьи или изображения окажутся приемлемыми для всех пользователей или будут соответствовать определенным социальным или религиозным нормам и требованиям. Хотя неуместное содержание, такое как невысказанное необходимостью ссылки на шокирующие статьи, обычно немедленно удаляется. Некоторые статьи могут содержать спорные тексты, изображения или ссылки на сайты со спорными материалами, например, статья о порнографии. Это допустимо, за исключением случаев, когда это противоречит существующим законам. Помимо базовых правил, есть различные их уточнения. Есть более специфические правила, которые вырабатываются простыми участниками в ходе обсуждений. Помимо базовых принципов, есть более конкретные правила, в которых можно переписывать формулировки, но нельзя в принципе пересматривать их идею. В основном это правила руководства, относящиеся к оформлению статей. Последний уровень – это эссе. Эссе – это рассуждение участника в Википедию на теме того, как хорошо, а как плохо что-либо делать. Это вообще-то не правила, они обычно не принимаются, но зачастую эссе содержит какие-то важные соображения, которые иногда учитываются при выработке новых правил, или на них ссылаются при принятии тех или иных решений. В основном все языковые разделы Википедии являются самоуправляемыми сообществами. Фактически Википедия не имеет никакого центрального руководства. В каких-то ситуациях та организация, которая сейчас обеспечивает техническое сопровождение Википедии, это Wikimedia Foundation, может лишаться. Например, если кто-то подал в суд на Wikimedia Foundation и обязал убрать какую-либо информацию из Википедии. Обратим внимание на детали проекта Википедии, которые важны не столько редактору Википедии, а любому вдумчивому ее читателю, и позволяют получить максимум информации при помощи инструментов, которые находятся на любой ее странице, где размещены статьи, но редко привлекают внимание и редко используются, как и примечания в бумажных энциклопедиях, написанные мелкими буквами. А между тем они представляются ведущим очень важными. Предлагаем внимательно изучить края страницы Википедии и расположенные на них закладками. Изучение предлагаем осуществить на примере близкой нам всем статьи о Московском государственном университете. Стартуем со своей страницы участника. В нашем случае это будут страницы wiki.cmc.msu Перейдем к статье, набрав в поисковой строке Википедии показанной оранжевой стрелкой любое из названий Московский государственный университет, на который направлена оранжевая стрелка, или МГУ, на который направлена красная стрелка. Любой из этих поисковых запросов приведет нас к статье университета. Но мы намеренно выбираем запрос МГУ и нажав на значок лупы переместимся на страницу статьи Московский государственный университет. Поскольку мы пришли к статье по запросу МГУ, то под названием статьи мы видим появившуюся надпись «Перенаправлено с МГУ», отмеченную на слайде зеленой стрелкой. Если бы в строке поиска мы бы набрали «Московский государственный университет» прямое название статьи, то такая надпись бы не возникла. Этот инструмент называется «Редирект». Он полезен, и рассмотрим его внимательнее, наведя мышку на окрашенную в синий цвет ссылочную часть этой надписи «МГУ» в кавычках и кликнем на нее. Мы попали на страницу «Перенаправление». Страницу «Редиректа», если произносить на английском. Откроем страницу в режиме «Редактирование», нажав на кнопку «Править», на которой указывает красная стрелка. Мы видим недлинную запись, состоящую из двух элементов. Знак о решетке и без пробела примыкающие к ней слово «Редирект» на английском языке и словосочетание «Московский государственный университет», взятого в двойные квадратные скобки. Итак, мы столкнулись на пути с элементами программного языка вики-разметки, используемого во всех вики-системах. Язык вики-разметки, созданный специально для Википедии, является сильно упрощенной версией языка HTML. Этот язык создавался в версии, доступной по возможности для любого человека, например, для домохозяек, которые могли бы в свободные минуты между домашними делами поработать в сетевой энциклопедии. Ведущим один из слушателей задал вопрос. Его друзья ему сказали, что курс введения в Википедию включает в себя изучение языка программирования. И, видимо, это будет очень сложно. Мы ответили честно. Курс действительно включает в себя язык программирования, язык вики-разметки. Слушатели должны его освоить для плодотворной работы с Википедией. Но сложности в освоении языка, созданного для домохозяек, не должно возникнуть. Этот язык программирования является самым распространенным в мире языком программирования. Число зарегистрированных участников только в русскоязычной Википедии приближается к 3 миллионам, а в английской их более 40 миллионов. И языковых в Википедии много. Как мы знаем, более 300. Всего на сегодня суммарное число участников всех языковых разделов Википедии превышает 92 миллиона человек. Это если брать только вики-системы, входящие в проекты Викимедия. Кроме этого, существует большое число локальных Вики-систем, построенных на свободно распространяемой инструменте медиа Вики. Работа с которым также требует у пользователей знания языка Вики-разметки. Все это приводит к выводу, что мы имеем дело с самым распространенным языком программирования в мире. Этот язык не может быть сложным, если им овладело такое количество людей. После окончания нашего курса вы будете владеть этим языком, и это знание может оказаться полезным в вашей жизни не только для работы в Википедии. Вернемся к тексту, открытому нами в режиме «Править код». Решетка со словом «редирект» команда «Перенаправление» обеспечивает переадресацию читателя, попавшего в страницу «Перенаправление». На странице именную «МГУ» в нашем случае автоматически перенаправляется на страницу, имя которой указано внутри двойных квадратных скобок в выражении, следующем за командой «Перенаправление». В нашем случае на страницу «Московский государственный университет». Взятие какого-либо слова или выражения в двойные квадратные скобки называется в Википедии процедуры викификации. Двойные квадратные скобки – это суть от сути Википедии, инструмент быстрого создания ссылок, образующих гипертекст электронной энциклопедии, наполненный перекрестными ссылками. Гипертекст – основа силы и главный секрет Википедии. Простые цифровые тексты по сравнению с гипертекстом Википедии одномерны, они не позволяют мгновенно перемещаться от одного элемента к другому для уточнения их значения. В критике Большой Российской энциклопедии, переведенной в цифровой вид, этот аргумент практически не звучал. Если бы речь шла о переводе энциклопедии в Вики-систему, обладающей им возможности формирования гипертекстов, по крайней мере, был бы снят один из ключевых недостатков. После знакомства с основным инструментом и командой Медиа Вики, мы предлагаем слушателям курса входить для правки статей не в режим визуального редактирования, а только в режиме «Править код», в котором показываются все элементы и коды языка викоразметки. Их не очень много, они все описаны в справочных материалах и пользуются ими несложно. Вы должны к ним постепенно привыкать. Если вы обратили внимание, то на странице участника Вики-сием-сием-су, показанное на первом слайде этого занятия, с которой мы стартовали к странице Московского университета и на странице редиректа, в закладках инструмента присутствует только одна кнопка – «Править», вместо привычной пары рядом стоящих кнопок – «Править» и «Править код». Первая кнопка позволяет править в режиме визуального редактирования, как простой текст, не видя знаки в Вики-разметки. А вторая кнопка включает редактирование в режиме Вики-разметки. Кнопку текстового редактирования можно отключать, удалить из видимости в панели управления вашим аккаунтом на странице участника. Функции панели мы будем подробно рассматривать на этом занятии позже. Мы настоятельно рекомендуем слушателям курса убрать через панель управления кнопку текстового редактирования. Мы вам напомним в части занятия, посвященного разделу редактирования, входящего в панель управления, будьте википедистами в полной мере. Рассмотрим, какие преимущества дает наличие страницы перенаправления МГУ при одновременном существовании статьи «Московский государственный университет». Московский университет – значимый предмет статьи, который ведут внутренние ссылки из текстов десятков тысяч статей в Википедии. Наличие редиректора позволяет создавать внутренние ссылки в статьях, ведущих к статье Московского государственного университета, двумя путями, как показано внизу слайдом. Установка статьи с словосочетанием «Московский государственный университет» в двоих квадратных скобках или аббревиатуры МГУ, тот же заключенный в двойные квадратные скобки. Сравнив эти варианты, понятно, что при использовании короткого второго варианта экономится много времени. Если рассмотреть пример, указанный ниже, сравнение вариантов ссылок на статью «Московский педагогический государственный университет» по сравнению с аббревиатурой МПГУ в квадратных скобках, то экономия окажется еще больше. Внутренние ссылки – нужный и мощный инструмент связывания страниц внутриязыкового раздела Википедии. В правильной расстановке внутренних ссылок викификации редактору Википедии следует уделять не меньшее внимание, чем содержимому статьи. Хорошую статью легко можно испортить недостатком или переизбытком ссылок. Приведу несколько наглядных примеров викификации, используя тему университета. Левый верхний угол – вид записи в режиме викоразметки. Правый нижний – вид для читателя. В заголовке слайда дана гиперссылка на правила Википедии по установке внутренних ссылок. Правила предостерегают от избыточной викификации в ряде случаев. Не следует викифицировать тривиальные термины и понятия, не имеющие значения для раскрытия основной темы статьи, общеизвестные имена и топонимы, названия языков, религии, профессии, валют, единицы измерения. Не следует викифицировать все даты подряд, кроме основных дат, указыванных в преамбуле после заголовка, и дат энциклопедически значимых событий, непосредственно описанных в статье. Не стоит повторять одну и ту же гипертекстовую ссылку в каждом повторяющемся слове. Обычно гиперссылка выделяется только первое вхождение слова в статье. Но, как написано там же по поводу фикификации, единственный общий совет используйте здравый смысл. Этот же совет остается и нам транслировать слушателям относительно всех вопросов, возникающих в Википедии. Вернемся для продолжения изучения инструментов к близкой нам всем статье о Московском государственном университете. Оранжевая стрелка направлена на прозрачную звездочку в верхней панели инструмента страницы Википедии. Эта звездочка – кнопка по включению программы наблюдения за страницей, доступная всем зарегистрированным участникам, у которых есть страница участника и подтвержденный адрес электронной почты. То есть, всем слушателям курса, как я оптимистично рассчитываю, проводя четвертое занятие, если вы хотите наблюдать за какой-нибудь статьей или страницей, достаточно кликнуть по звездочке и с этого момента обо всех происходящих на странице изменениях вы будете получать сообщение по электронной почте. Подтверждение вашего наблюдения за страницей для вас – эта звездочка видится не прозрачной, а синей. Как это будет выглядеть, мы показываем в нижней части слайда при помощи зеленой стрелки. В случае отказа от наблюдения нужно кликнуть по звездочке вновь. Она вновь после этого станет выглядеть для вас прозрачной, а сообщения об изменениях перестанут к вам поступать. Управлять списком наблюдаемых вами статей и отказ от наблюдения от части статей можно осуществлять через панель управления вашего аккаунта, о чем мы расскажем несколько позже. Именно этот инструмент ведущие курса используют для наблюдения за изменениями, происходящими на странице участника каждого из слушателей. Как мы говорили, в Википедии записываются все действия участников, сколь незначительными они бы им не казались. Исследуем это утверждение и вновь на примере статьи о Московском университете. Нажмем на кнопку в верхней панели управления страницы с многозначным словом «История», на которую указывает красная стрелка. Перед нами открылись строки, описывающие каждую из правок участников, произведенных в статье «Московский государственный университет». Каждая строка стандартно содержит закладки, открывающие текущую и предыдущую версии правок статьи, кнопка для выбора версии правки для сравнения с другой, дата внесения правки, никнейм зарегистрированного участника, внесшего правку, или IP-адрес в случае, если правку внес незарегистрированный участник, объем статьи после внесения данной правки в байтах и объем внесенной правки с соответствующим знаком, плюсом в случае добавления объема и минусом в случае уменьшения объема статьи в результате данной справки. Дополнительная информация в виде текста комментария к правке в случае, когда участник при совершении правки его оставил. При отсутствии комментария наименование раздела статьи, в которые была внесена правка. Информация об отпатрулированности подтверждения данной правки опытным участникам. В нижней части слайда мы показали расположенные в последней строке каждой страницы истории правок кнопок выбора периода просмотра истории статьи. Выберем кнопку старейшей, помеченную красной стрелкой и нажав ее как в машине времени отправимся к моменту создания статьи. Перейдем к старейшим правкам статьи, чтобы узнать имя создателя и время ее создания. И вот мы находимся у корней дерева статьи, росток которой посадил 63-й участник Алекс Винокур. 63-й участник русскоязычной ретипедии в четверг в 9 часов 57 минут утра 17 июня 2004 года. Красная стрелка на слайде показывает на историческую строчку первой записи в истории статьи. Посмотрим, как выглядела статья через 10 дней после создания 27 июня 2004 года, когда в работу над статьей включились другие участники. На этот вид статьи указывает зеленая стрелочка. Можно отметить, что в этой версии статья содержит немного текста, краткую преамбулу и адреса двух ссылок. Мы можем посмотреть сегодня в любой момент на актуальное состояние статьи, в которое превратился саженец Александр Винокуна, на могучее ветвистое дерево в статьи Московский государственный университет, раскинувшиеся на много страниц. Мы смогли увестить в первой части слайда только оглавление статьи об МГУ, на которой указывает оранжевая стрелка. Не случайно, как мы узнаем позже, на второй строке в списке ссылок к созданной статьи дана ссылка на сайт Поэзия Московского университета. Попробуем узнать об Алексе Винокуре больше, перейдя на его страницу участника. Вот страница участника. Настоящее имя участника написано на странице. Александр Винокур. Предлагаю обратить внимание на лаконизм оформления страницы, особенно в свете задания по поиску юзербоксоманов. В то время культура юзербоксов не была развита. Старая школа не предполагала избыточных украшательств, но если бы участник не прекратил свою деятельность 27 января 2008 года, неизвестно, как бы выглядела его страница участника сегодня. Возможно, она бы включала несколько юзербоксов, мода на которые пришла после момента расставания Александра с Википедией. В связи с этим вопрос к участникам. Когда в русскоязычной Википедии был создан первый шаблон юзербокса? Если вам удастся произвести расследование подобное нашему и в результате прислать на почту курса правильный ответ на вопрос, когда в русскоязычной Википедии появился первый шаблон юзербокса, мы присвоим приславшему ответ слушателю один дополнительный балл к сумме балла для зачета. Механизм обследования истории создания шаблонов юзербокса вам должен быть примерно ясен, хотя мы подозреваем, что будет не так просто выяснить, но предупреждаем, что ответ должен содержать подтверждение с приложением снимка строки о создании первого шаблона, который вы найдете в истории его создания. запустив известный уже слушателям инструмент счетчика правок, чтобы получить досье на деятельность Александра Винокура в Википедии, введя в поле юзер нейм никнейм Алекс Винокур. Посмотрим результат на следующем слайде. Первое, что бросается в глаза, то, что Александр получил при регистрации номер 63. Это означает, что Винокур являлся 63-м участником русскоязычной Википедии и стоял в первых рядах ее создателей. Последнюю правку Александр внес 27 января 2008 года и больше в Википедию не возвращался. Всего этот участник внес 271 правку, что немного по настоящим временам, когда занимающий первую строчку в списке самых активных участников. Участник Марч Хая 1977 сделал более 660 тысяч правок, а следующий за ним Темпус более 297 тысяч правок. Но прошло 16 лет, а по тем временам это было немало. Более трети правок Александра были изменены или удалены, что также понятно за такой большой период. Но вклад Александра Винокура в Википедию в виде фундамента для статьи про МГУ останется в ее истории навсегда. Еще один слайд, позволяющий по сравнению номеров двух участников, вступивших в реку Википедия в разные времена, дает возможность ощутить с одной стороны непрерывный поток времени, а с другой стороны мощь развития проекта русскоязычной Википедии. Номер участника Вики СМС МСУ, аккаунт которого был зарегистрирован недавно, представлен числом 2 миллиона 848 тысяч 317. И сравнив этот номер с номером Александра Винокура, понимаешь, что за 16 прошедших лет к русскоязычной Википедии присоединилось почти 3 миллиона участников. Громадное число. Для пристального знакомства с Александром Винокуром нажмем на его страницу участника в левом меню кнопку «Вклад участника». Мы увидим из истории правок участника, что основной темой являлась тема 52-й Львовской школы. Во вкладе участника загрузка фотографии математический класс выпуска 1965 года 11-й Д-класс. Далее нам пришлось для поиска информации выйти за пределы Википедии к поисковикам, дающим информацию, которая по критериям значимости находится за оградой Википедии. Введя в поиск запрос о выпускниках 52-й Львовской школы и добавив тему поэзии, которую также подчеркнули из характера правок Википедии, и наш поиск дал результат. На следующем слайде мы представляем портрет и краткие данные биографии искомого героя. Вывод таков, Википедия хранит все, является источником информации, который с внешними, менее строгими источниками дополняет возможности расследователя в поиске практически любой информации. Вот наконец мы можем в результате нашего расследования представить Александра Винокура, родившегося во Львове в 1947 году, выпускника 1965 года Львовской школы 52, выпускника Мехмата МГУ, кандидата физико-математических наук, сфера профессиональной деятельности Александра Винокура информационные технологии. Стихи начал писать на первом курсе университета с 1992 года живет в Израиле. Таким образом мы приходим к выводу, что утром 17 июня 2004 года создание статьи Московской государственной университет было осуществлено выпускникам Мехмата, находящимся в Израиле, что подтверждает еще раз трансграничность Википедии. Это расследование мы приводим также с целью показать слушателям, что действие настоящего википедиста заключается не только в бесконечном внесении правок в статьи, а часто при создании статей необходимости вести поиск авторитетных источников, проявляя находчивость и настойчивость, сопоставляя разнообразные факты, и в результате находить искомое. Одним из примеров того, на какие раскопки правды способны википедисты, впавшие в азарт, служит история статьи о Джебраилове, друге Деголя, которую после настойчивого и длительного изучения источников удалили из Википедии. По этому поводу администратор русскоязычной Википедии и арт-блогер София Багдасарова высказалась так. Из-за простого азербайджанского хлопца википедисты дошли до Ленинки, архива Тарна и Гароны, Российского государственного архива и славного города Бордо. Расскажу подробнее про эту историю, характеризующую упорство википедистов в поиске истины и фактов. 25 октября 2015 года русская Википедия удалила статью о человеке легенде деятеле французского сопротивления личном друге Шарле де Голе герезировано в СССР и Азербайджане солдате Ахмедии Джебраилове, подводящий итог четырехмесячного масштабного обсуждения администратора Википедии сформулировала решение следующим образом. В ситуации, когда огромное множество источников при нормальных условиях считавшихся авторитетными противоречат друг другу, противоречат первичным документам поддающимся проверке, зачастую противоречат историческим фактам и просто здравому смыслу написать статью в соответствии с требованием Википедии по проверяемости невозможно. Причем беда неустранимая, у нас нет ни единого факта, в достоверности которого можно было быть уверенным. Тем самым была поставлена точка в грандиозном расследовании википедистов, которому привлекались архивы специализированной организации ученой России и Франции. Обсуждение вылилось в баталии между опытными википедистами и наполнились мегабайтами фотографий, видеоматериалов и уникальных документов. Результатом кропотливой работы стало практически полное разоблачение весьма запоминающегося мифа советской эпохи. Изначально статья о Джибраилове была создана 15 апреля 2007 года под материалом советской и постсоветской литературы о Второй мировой войне. Речь не шла о советском солдате азербайджанского происхождения, который оказался в немецком плену на территории Франции, сбежал из концлагеря и примкнул к французским партизанам. Как деятель сопротивления он был награжден многочисленными французскими наградами, а по возвращении в СССР долгое время оставался в неизвестности. Попытки мистификации в Википедии происходят время от времени. Одним из ранних примеров является статья о вымышленном революционере Генрике Батутте, статья, которая была изначально написана в польской Википедии. Этот случай известен как пример раскрытой фальсификации Википедии. Согласно его вымышленной биографии, Батутте родился в Адыще в 1898 году, принимал участие в гражданской войне в России, вместе с Эрнестом Хемингуэем участвовал в гражданской войне в Испании. Статья о нем была создана 8 ноября 2004 года и просуществовала 15 месяцев, после чего была предложена к удалению и впоследствии удалена. Статья получила известность, когда заметки о ней появились в польской газете, газете Выборча и журнале Пшекруй, а также в британском журнале The Observer. В статье также говорилось о том, что улица Генрика Батутте в Варшаве была названа в честь данного коммунистического деятеля. Анонимные фальсификаторы, которые создали эту статью, согласно сообщениям прессы, именующей себя Армией Батутте, якобы хотели привлечь внимание к тому факту, что в Польше до сих пор есть места, названные в честь коммунистических деятелей, по их мнению не заслуживавших такого почтения. Фальсификация была обнаружена, когда статью внесли в список статей на удаление. Даже после того, как обман был раскрыт, его авторы пытались убедить других в подлинности Батуты, предоставляя ложные библиографические данные и даже загрузив отретушированную в графическом редакторе фотографию, на которой была изображена табличка на доме с надписью «Улица Енрика Батуты». Мистификация была официально подтверждена 9 февраля 2006 года, когда польский ежедневник газета Выборча и ежедневник Пшикруй опубликовали статью для успешного путешествия по трем пространствам Википедии, описанных ранее, подобным водителю, готовящему свой автомобиль к далекому и сложному путешествию, слушателю рекомендуется подготовить свой аккаунт, настроив его нужным образом через панель управления, примерно как автомобилист подготавливает свой автомобиль к далекому и сложному путешествию, точнее в нашем случае скорее не автомобиля, а батискафа, поскольку мы будем погружаться в глубины основного и служебного пространства Википедии, а также некоторых проектов Викимедии, и нам в первую очередь потребуется настройка приборов, видения и локационной техники, чтобы был правильный обзор и правильно отображались сигналы, идущие от сообщества. Для этого вернемся на свою страницу участника. Вход в панель управления расположен в закладке настройки, кнопка перехода в которую располагается в верхнем правом углу страницы участника и отмечена на текущем слайде красной стрелкой. Кликнув по кнопке настройки войдем в раздел настроек панели управления. После входа в панель настройки нам откроется девять разделов личные данные, внешний вид, редактирование, свежие правки, список наблюдения, гаджеты, поиск, бета-функции и уведомления. Мы не будем изучать все возможности панели управления, заложенные в нее разработчиками, поскольку они явно избыточны для слушателей на настоящий момент. Но опишем основные функции каждого из разделов и остановимся на инструментах, которые могут быть полезны сразу. Рассмотрим основные. Первый раздел «Личные данные». На текущем слайде на этот раздел указывает оранжевая стрелочка. И здесь указываются основные личные данные, такие как членство в группах, дата регистрации, указывается количество сделанных правов. Здесь же можно изменить ранее заданный пароль. На пункт «Изменение пароля» аккаунта указывает зеленая стрелочка. Выбрав и клипнув кнопку «Установите свои глобальные настройки» оранжевая стрелочка, вы откроете меню глобальных настроек, позволяющие выбрать один из многих вариантов. В подразделе «Интернационализация» этого раздела вы можете выбрать язык интерфейса, выбрать вид обращения, косвенно подчеркивая остальным участникам свой пол. Часто это бывает важно участнику. Задать параметры работы Википочты, в частности условия поступления писем на адрес участника. Управлять показом или скрытием домашней страницы участника. В разделе «Личные данные» также есть инструмент для управления домашней страницей новичка, которую Википедия в последнее время выделяет каждому новому участнику, считая это полезным на начальном этапе. Если вы посчитаете ее ненужной, то инструменты этого раздела позволят вам сделать ее невидимой. Поскольку эта страница видна только вам, то и мешать она может только вам. На текущем слайде показано место и способ удаления домашней страницы, если она вам надоест. Верхний рисунок «Домашняя страница присутствует», нижний рисунок «Отсутствует». Создать собственный стиль и шрифт подписи участника «Оранжевая стрелка», которая автоматически образуется после установки четырех тильд. Например, если в поле подписи ввести код HTML, представленный на слайде, то подпись участника приобретает вид, указанный под кодом на этом слайде. Таким образом, мы хотим показать, что при желании каждый из вас может сформировать выбранный самим участником внешний вид подписи, шрифта и цвета. Раз речь коснулась понятия подписи участника Википедии, опишем эту процедуру, которая на пространствах Википедии автоматизирована и важна, поскольку писать что-либо, не подписывая Википедии, считается неприличным, и вам на это сразу укажут коллеги в сообществе. Участнику достаточно поставить в режиме «Править код» четыре тильды подряд, из которых ботом в сохраненном тексте будет сформирована подпись с вашим именем участника, со ссылкой на вашу страницу обсуждения и датой и временем внесения подписи. Подписать свое сообщение, добавив в конец сообщения символы четырех тиль, можно автоматизированным путем, нажав на ссылку для их вставки, находящуюся под кнопкой «Записать страницу». На слайде показана оранжевой стрелкой. Также можно использовать кнопку подписи, расположенную в верхней панели кнопок над окном редактирования, которое добавляет тире под подписью. На слайде показана красной стрелочкой. В этом случае перед подписью будет прописан знак тире. Как будет выглядеть фраза с четырьмя тильдами после сохранения текста показана в нижней части слайда. У незарегистрированных участников место имени в строке подписи автоматически устанавливается IP-адрес, с которого они работают. И еще, почему до подписи выбраны четыре тильды? Это понятно на любом языке. Второй раздел «Внешний вид». В этом разделе вы можете изменить соответствующий формат для отображения даты и часового пояса, в котором вы находитесь. Например, в России популярна последовательность день, месяц, год, а в других странах привычная последовательность может быть иной. Выбирайте свой часовой пояс «Европа-Москва». После этого, находясь в Википедии, вы будете видеть в истории правок в подписях участников и тому подобное привычное для себя время. Третий раздел «Редактирование». В этом разделе мы рекомендуем выбрать элемент настройки в том виде, который мы представляем на текущем слайде. Предупреждать о несохраненных правках при закрытии страницы. Включить для пользования панель редактирования, которая позволит вам значительно упростить многие операции при программировании. Вид панели редактирования, которой вы можете пользоваться при редактировании в случае наличия галочки в соответствующем поле, приведет в нижней части слайда. Отключение визуального редактора рекомендуем всем слушателям, даже без учета того, что он находится в бета-версии. Википедистам желательно работать в режиме вики-разметки, и через короткое время вы будете ориентироваться в этом режиме, отделяя элементы кодировки от текста. Четвертый раздел называется «Свежие правки». В этом разделе мы можем определить параметры выборки последних прав участника, которые открываются при нажатии кнопки «Вклад участника» на странице участника. Будет показано столько прав, сколько вы определите в условиях этого раздела, по количеству дней, за которые будет показана история правок, и по количеству, которое будет показано на экране. Пятый раздел «Список наблюдения». В этом разделе участник управляет списками тех статей, которые он взял под наблюдение нажатием на звездочки в верхней строке инструментов статьи. При помощи этого инструмента вы можете удалять часть статей из наблюдения и представлять, какое количество статей взято вами под наблюдение. Кнопка редактирования списка как текста отмечена на слайде оранжевой стрелкой. Для просмотра списка и удаления из него статей служит кнопка, отмеченная зеленой стрелкой. В этом разделе вы можете задавать автоматические условия взятия статей под наблюдение, например, статей, созданных вами или загруженные вами файлы. Шестой раздел «Гаджеты». Под гаджетами понимаются настройки, позволяющие добавить дополнительные инструменты для работы с сайтом Википедия или изменить его оформление для вашего видения. Используя инструменты этого раздела вы можете определить, какие языки в списке интервью хотели бы видеть в первую очередь. Также нам представляется возможность запросить у системы функцию показывать флаги администраторов, бюрократов и так далее рядом со ссылками на личные страницы участников, а также помечать с зачеркиванием ссылки на страницы заблокированных участников. Эти части раздела показаны на слайде зеленой и оранжевой стрелочками соответственно. Седьмой раздел поиск В этом разделе можно задавать условия поиска, которые будут производить поисковые системы Википедии при вводе вами искового слова в поле «Искать Википедии», находящееся в правом верхнем углу каждой страницы. Мы приводим его вид в нижней части слайда, направив на рамку поле поиска оранжевую стрелочку. В центре слайда приведены варианты выбора условий поиска. Рекомендуется первоначально стандартный вариант. Исправлять до двух опечаток и убирать перенаправления, похожие на заголовок статьи. Восьмой раздел «Бета-функции». В этом разделе Википедии предлагают участникам опробовать новые инструменты, находящиеся в процессе испытаний. Указывается, сколько участников в настоящее время их испытывает. Для каждого из предлагаемых инструментов, помимо краткой справки, приведена ссылка на сайт с подробной информацией, «Зеленая стрелка». По результатам испытания в этом разделе вы можете высказать свое мнение и записать свои замечания в обсуждении по каждому из испытываемых инструментов, показана оранжевой стрелкой. Мы выбрали и показали на слайде для примера лишь некоторые из предлагаемых инструментов. Новый проигрыватель видеофайлов, который тестирует 4175 пользователей, перевод содержания инструмент для быстрого перевода страниц на ваш язык. Этот инструмент в настоящее время тестирует 21496 пользователей. Девятый раздел «Уведомления». В этом разделе можно настроить систему поступления информации в адрес участника о происходящем в пространстве Википедии. Мы привели на слайде примерное заполнение таблицы раздела «Уведомления», чтобы показать полный перечень параметров раздела. Например, мы рекомендуем поставить галочку напротив пункта «Отмена правок», что позволит вам оперативно получать уведомление в том случае, если кто-то отменит ваш вклад в ту или иную статью. Для сохранения настроек просто нажмите кнопку «Сохранить» внизу страниц. Рассмотрим интерфейс страницы Википедии и разберемся в его структуре. Он одинаков для всех статей без исключения. Вернемся к странице статьи Московской государственной университет. По умолчанию в верхнем правом углу любой страницы Википедии располагается окно поиска. На слайде отмечено красной стрелкой, с помощью которого можно искать статьи и другие страницы проекта. Начнем с самого главного – заголовка. На слайде имя слайда отмечено оранжевой стрелкой. Заголовок статьи – это то, как статья называется. Вместе с тем заголовок используется для создания ссылок на эту статью из других статей Википедии. При выборе названия новой статьи нужно руководствоваться основным правилом Википедии по именованию статей, которое гласит, что приоритет в именовании статьи следует отдавать такому названию, которое для большинства русскоговорящих читателей является наиболее узнаваемым. Ссылка на правила Википедии по именованию статей приведена в нижней части слайда, отмечена фиолетовой стрелкой. В верхней части любой статьи вы видите несколько вкладок. Они всегда расположены одинаково и позволяют нам получать доступ к различным инструментам и страницам, связанным с этой статьей. Далее мы разберем их роль и поймем их назначение. После открытия статьи вы переходите в режим чтения. В этот момент вы видите статью так, как ее видит обычный читатель Википедии. Рядом с вкладкой статья, отмеченной синей стрелкой, всегда располагается вкладка обсуждения, отмеченная желтой стрелкой. Эта страница позволяет участникам обсуждать содержимое статьи в целях ее улучшения. В случае, когда шрифт этой вкладки красного цвета, это означало бы, что страница с обсуждением еще не создана. Вкладки статья и обсуждения позволяют переходить от статьи к обсуждению и наоборот. Попробуйте сделать это самостоятельно, поочередно нажимая на эти вкладки. Это очень легко. Далее размещается вкладка читать, отмеченная стрелкой зеленого цвета. Она, по сути, дублирует вкладку статья и напоминает участнику, что он находится в режиме чтения. Следом за вкладкой читать идут вкладка править, отмечена на этом слайде синей стрелкой и отмечена оранжевой стрелкой вкладка править код. Обе они являются инструментами редактирования и указывают на то, что править Википедию можно двумя разными способами, визуально или в режиме вики-текста. Вкладка история, отмеченная красной стрелкой, которая идет следующей, очень важна. Благодаря ей участник, как мы показали ранее, может отслеживать всю историю изменения отдельной статьи википедии с момента ее создания. Смотреть, кто и когда вносил правки и какую информацию статью добавлял. Помимо списка истории правок статьи с момента ее создания, за кнопкой истории открывается еще одна панель управления, содержащая важные для редактора инструменты. Звездочка отмечена зеленой стрелкой, которую вы видите дальше используется, как мы отмечали ранее, для того, чтобы добавить конкретную статью в свой список наблюдений. Достаточно одного нажатия. В каждом из разделов любой статьи после наименования раздела всегда располагаются уже знакомые вам кнопки «Править» и «Править код». Они выполняют ту же функцию, что и аналогичные кнопки из верхней панели. но позволяют заниматься редактированием в пределах данного раздела статьи, что очень ускоряет работу. Мы показали на слайде несколько разделов статьи с этими вкладками, пометив эти вкладки стрелками соответствующего цвета. Таким образом, если вам нужно внести правку в пределах одного раздела, то оптимально пользуются вкладкой «Править» этого раздела. Как нам известно, Википедию может редактировать каждый, и для этого необязательно регистрироваться и иметь аккаунт участников. Когда Википедия только создавалась, сообщество решило, что энциклопедия должна быть максимально открытой, чтобы любой человек мог внести свой вклад в проект. Но открытость Википедии сопровождается и негативными моментами. Бесспорно, большинство авторов редактируют статьи электронной энциклопедии, чтобы их улучшить. Но иногда в Википедию заходят вандалы. Однако вандализмом не представляет для Википедии слишком большой проблемы, так как все изменения статей хранятся в специальной базе данных, благодаря чему злоумышленники не могут уничтожить информацию. О том, какие инструменты помогают википедистам защитить статью, я расскажу на этом занятии. При этом для начинающих я хочу напомнить, что внесение неверных изменений по причине искреннего заблуждения вандализмом не является. Вандализм считается только умышленное нанесение вреда пространствам Википедии. Вкладка «История» располагается в верхнем правом меню любой страницы Википедии. Таким образом, у каждой страницы Википедии есть журнал изменений, в котором зафиксированы все правки страницы с момента ее создания. Журнал изменений викистраницы показывает все предыдущие версии и их авторов. Важно понять, что каждый раз, когда любой участник Википедии при редактировании той или иной страницы нажимает кнопку «Записать страницу», появляется новая версия этой страницы, которая навсегда, если эту правку не дают ревизоры, посчитав, например, текст оскорбительным, сохраняется в этом виде в истории той или иной страницы. Вкладка «История» в табличной форме представляет все изменения страницы и позволяет узнать время, день, месяц, год, содержание каждого редактирования, имя редактора или его IP-адрес, если он не зарегистрированный, а также пояснение смысла правки, если он указан участником. Благодаря этому инструменту можно узнать, как и когда то или иное слово или предложение попало в статью и кто является автором этой правки. Мы ранее на этом занятии показали, как можно использовать эти записи в расследовании по поиску авторов статьи, но попробуем разобраться детально в самом инструменте, который был нами при этом использован. В заголовке текущего слайда гиперссылка к описанию истории изменений страницы в Википедии. Откроем скриншот примера, приведенного в ней, и рассмотрим структурные элементы записей, опираясь на цифровые пометки в кружочках. Записи версии отображаются сверху вниз, от новых к более старым. Как видно, каждая правка занимает отдельную строку. Представлены дата и время, имя редактора и другая полезная информация. Далее описывается назначение элементов этой страницы. Самая верхняя строка является текущей версией. Она показывается при посещении страницы. Строки ниже предыдущей версии. Если версии больше, чем помещается на странице, то присутствуют ссылки для перехода к более старым или сразу к старейшим, самым первым версиям. Форма поиска позволяет перейти к правкам, сделанным в определенный месяц и ранее. пометка под первым номером название, показывающее, что мы рассматриваем историю, изменить статьи справка истории изменений. Пометка номер 2 и 3 фильтр правок, при помощи которого можно сузить параметры показа истории, например, задание временного периода выборки и ввести фильтр меток, например, показать за год правки, сделанным только в визуальном редакторе, а не в кодевике разметки. Поскольку текущая версия инструмента несколько изменилась по сравнению с представленной в скриншоте справки, рассмотрим пример на следующем слайде, а затем вернемся. Вернемся к истории изменений любимой нами статьи про МГУ. Увидим, что в отличие от окошка «посмотреть историю», показанной в скриншоте справки, появилось окошко «фильтровать справки». Различия некоторые есть. Например, невозможно задать для выборки период между двумя датами, как ранее, а только период от о создании статьи до заданной даты. Здесь же попробуем понять, что имеется в виду под названием «метки», которые являются параметром для фильтрации. Для этого наведем мышку на отмеченную красной стрелочкой кликай кабельное слово «меток» во фразе «фильтр меток» и кликнем для получения справки, представленной ниже на слайде, отмеченной оранжевой стрелкой. Мы приводим только две первые строчки справочников по меткам. При необходимости вы сможете сами прийти к этой справке и выбрать метки, подходящие к вашей задаче. Для закрепления материала по запросу выборки из истории статьи по заданным параметрам приведем пример такого поиска, представленного на новом слайде. Выберем период с момента создания статьи до 28 октября 2013 2013 года и в фильтре меток метку Visual Editor зеленые и оранжевые стрелочки. То есть отображать только правки, сделанные в визуальном редакторе, а не в коде в их разметке. Посмотрим, что получилось. Результаты показаны ниже на слайде. С начала истории статьи в 2004 году до почти конца 2013 года было сделано всего четыре правки, начиная с лета 2013 года. Какие выводы можно сделать из этого, что визуальный редактор появился только в 2013 году? Вероятно, в бета-вессии. И лишь немногие экспериментаторы решились на это. И среди них умерший в 2014 году заслуженный участник Википедии Владимир Шеляпин. Главный вывод Википедия хранит все, включая память об участниках проекта. Вернемся к обследованию структурных элементов разделов истории. Пометка под номером 4 показывает на инструмент быстрого перемещения по страницам истории. Если их много, можно сразу перейти к истокам, кликов на поле старейшие страницы. Пятая пометка указывает на закладки выбора числа строк, показываемых на каждой странице от 20 до 500. Пометка под номер 10 указывает на так называемые радиокнопки, используемые для сравнения двух произвольных версий страницы. В левом столбце нужно выбрать более старую версию, в правом более новую и нажать кнопку сравнить выбранные версии с пометкой номер 6. В принципе, вы можете на одной странице выбрать при помощи радиокнопок любые две записи и нажав кнопку сравнить выбранные версии, получить детальное описание различных в их редакциях. Пометка 8. При нажатии происходит сравнение этой версии и самый последний текущий, на который постоянно нажата радиокнопка. Пометка 9. При нажатии производится сравнение этой версии и предыдущие, нижние, то есть изменения, сделанные только этой правкой. Пометка 12. Ссылка на страницу участника, сделавшую правку. Пометка 13. Сточная буква М. Пометка о малозначительной правке. Пометка 14. Размер версии статьи в байтах. Пометка 15. В круглых скобках со знаками плюса и минуса изменения в размере версии статьи в байтах, внесенных данной правкой. Пометка 16. Комментарии или описание правки, если они внесены редактором. 17. Секция автоматически представляемая в описании правки название отредактированного раздела. 18. Отменить ссылка перехода к редактированию для отмены этой правки. У статей, которые хоть раз патрулировались, версии выделяются пометками и цветовым фонам. Бледно-желтый пока что не патрулированная версия, ожидающая проверку. Бесцветный или бледно-голубой отпатрулированная версия статьи. В русскоязычном разделе Википедия над таблицей истории статьи добавлены ссылки на внешние инструменты. На этом слайде показана эта панель инструментов в закладке «История» статьи Московский государственный университет. Мы пометили эти пять инструментов разноцветными стрелками. Статистика правок «Желтая стрелка» «История». Инструмент показывает всех авторов упорядоченных по количеству правок и другую полезную статистику. Поиск правки «Зеленая стрелка» позволяет найти правку, в которой был внесен определенный текст. Статистика просмотров «Красная стрелка». Инструмент показывает примерное количество просмотров страницы на каждый день. Этот инструмент работает нестабильно и может показывать неполные данные. Проверка на нарушение АП «Авторских прав». Позволяет найти фрагменты статьи, совпадающие с найденными в интернете текстами, то есть потенциально нарушающие авторские права. Подсвечивают совпадающие фрагменты и показывают статистику заимствования по каждому найденному ресурсу. Важно учитывать, что этот инструмент может давать много ложных срабатываний, например, в случаях текста цитат или когда на внешнем ресурсе размещен текст, заимствованный из Википедии. Поэтому нельзя бездумно полагаться на результаты работы этого инструмента и всегда следует проверять их достоверность. Рассмотрим каждый из этих инструментов внимательнее на примере статьи «Московский государственный университет». Кликнув на закладку «Статистика правок» получаем объемную статистическую справку, подобную по форме на справку получаемую от счетчика правок по информации об участнике. Только здесь цифры касаются полной статистики статьи. На слайде показываем только верхнюю часть справки с общей статистикой. Но уже тут много полезного. Например, ниже мы показали эти данные на слайде. Размер статьи 165 654 байта. Всего правок 2114. Количество редакторов, принявших участие в работе 959. Наблюдающих за страницей 114 участников. Ссылок на статью от 4899 статей Википедии. И, конечно, информация о создателе. Первая правка 2004-17 июня. 557 Алекс Винокур, чей вклад в статью составил 54 байта. В целом, это очень полезно для участника, следящего за определенной статьей и работающей над ней целенаправленно. Например, статьей про свой факультет, контролируя все изменения. При клике на количество статей, дающих ссылку на статью МГУ, откроется их полный список. Можно это сделать на слайде, когда мы ее поместим в папку учебных материалов. Также, через закладку «История статьи», кликнув на закладку «Поиск правки», получаем доступ к чудесному инструменту «WikiBlame». Этот инструмент по вашему запросу проведет проверку любого слова или шаблона «Wiki Разведки» и выдаст вам ответ, показав строку из истории правок статьи, в какой момент времени какой участник сделал эту правку. Даже в случае, когда это слово или шаблон не присутствует в текущей версии статьи. В истории статьи все сохранилось, и чудесный инструмент это найдет и предъявит запросившему. Например, можно быстро узнать, кто и когда поставил шаблон к удалению в пространство какой-либо статьи. Также, через закладку «Истории статьи», кликнув на закладку «Статистика просмотров», получаем возможность оценить количество просмотров статьи за заданные периоды времени. Такая информация может быть весьма интересна для анализа. Через закладку «Истории статьи», кликнув на закладку «По их заимствовании», получаем данные о совпадении текста статьи с текстами сайтов в сети интернет. Действует подобно программе диссернета. Если совпадение массовое, у проверяющего может возникнуть подозрение о явлении, называемом в Википедии копипаст. Это серьезное нарушение и подозрение в нарушении авторских прав и внесении в основное пространство Википедии текста, обремененного авторским правом. Если на сайте откуда взят участник кусок текста внизу, какой-нибудь умник поставил знак копирайта, о горе участнику совершившую это. Опасайтесь копипасты и лучше сами проверяйте этим инструментом свои статьи перед публикацией и правьте совпадающие куски текста. Также через закладку «Истории статьи», кликнув на закладку «Правьте участника», помеченную на слайде фиолетовой стрелкой, получите доступ к инструменту, который отсортирует и предъявит хозяину всю информацию по правкам участника, чье имя вы введете в соответствующее поле. Проверив инструмент на знакомом нам Алексе Винокури, убедимся, что все правда. Записи о трех правках, включая строку о создании статьи, нам предъявлены. Большая экономия времени, если представить их поиск и отбор среди всех 2114 правок, входящих в историю статьи. Также, через закладку истории статьи, кликнув на закладку сведения о странице, помеченную на слайде красной стрелкой, можно открыть таблицу, которая содержит массу статистических данных по странице статьи. Но я хочу обратить внимание слушателей на два важных параметра. Первый параметр число наблюдающих за статьей, количество участников, у которых страница находится в списке наблюдения, но только если таких участников не меньше 30. Строка отмечены зеленой стрелкой. Из таблицы мы видим, что за статьей МГУ наблюдают 114 участников. Второй параметр количество перенаправлений на страницу статьи, количество и перечень статей в Википедии, имеющих ссылки на исследованную статью. Строка отмечены оранжевой стрелкой. Этот инструмент полезен при работе со статьями сиротами. Статьями, на которые нельзя перейти по переверссылке при прочтении других статей. Деятельность по установке ссылок на страницы сироты из других тематических близких статей всячески приветствуется. Слово «сирота» говорит само за себя. Такие страницы часто оказываются без присмотра. Из таблицы мы видим, что перенаправления к статей МГУ ведут от 37 статей. Ну и наконец задание по результатам этой лекции. Задание пятое. Исследовать историю любой выбранной вами статьи в Википедии и сообщить в письме ведущим название статьи, время и дату создания, имя участника создавшего статью. Второе. Внести еще 10 правок в основное пространство Википедии. Продолжение следует...